Субтитры сделал DimaTorzok На этом сайте присутствуют такие вкладки, как «Как начать играть», «Форум», «Мониторинг», «Донат» и «Личный кабинет». Я думаю, с этими вкладками вы все знакомы. А кто не знает, что это такое «Мониторинг», тут есть маленькая вкладочка «Что это?». Заходим в эту вкладочку и тут все полностью подробно описано. Даже лидеры организации или администраторы. И есть для справки. Так, возвращаемся к сайту. Кто не знает, как устанавливать и подключаться к GTA San Andreas Multiplayer, тут есть 5 пунктов. Первое – скачать и установить GTA San Andreas. Второе – скачать Samp03x и установить папку с игрой. Запустить приложение Samp.exe. Я думаю, вот вам это все понятно. И обязательно вводим RP-ник. Spongebob. Как тут написан пример. На Samp Virtual Life присутствуют такие сервера, как сервер номер 1, сервер номер 2 и сервер номер 3. Сервер номер 3 – бонусный. Сейчас я вам объясню, как это. Бонусный – потому что присутствует 5-й левел, когда вы заходите. И вам дается 5 миллионов вир. На сайте можно сделать многое. Даже вступить в данную группу ВКонтакте, в социальной сети. В этой группе вы увидите самые свежие новости этого проекта. Вот мы видим, что добавлены некоторые команды и измененный логотип и проблемы с сервером. В общем, вы видите все на моем экране. Есть разделы игровых серверов, ссылки, доната, сайта и группы ВКонтакте. Будьте в курсе всех событий. Вступайте прямо сейчас. Общая курилка, благодарности и поздравления, графика, дизайн, формные игры, футбол, архив тем и многое другое. Всю подробную информацию вы можете найти на форуме или на официальном сайте проекта Samp Virtual Life. Теперь мы переходим к обзору самого третьего сервера, бонусного. Итак, мы перешли на обзор сервера под номером 3. Видим окошечко регистрации. Вводим желаемый пароль для аккаунта. Я свой пароль вскрою. Тут высвечиваются правила сервера, которые состоят из двух пунктов. Ник в игре, как можно его сменить и что запрещено самому игроку. Обязательно вы должны с этим ознакомиться, потому что вы будете забанены, если не будете выполнять эти требования Samp Virtual Life проекта. Нажимаем согласен. И даже тут 5 пунктов. Торговля, администрация и чат ООЦ, ИЦ и ИЦ. Кто не знает этих РП терминов, нажимаем согласен. Тут высвечивается подтверждение пароля. Приходим дальше. У нас выскаивает окошечко email. Видите ваш действующий электронный адрес. Так, сразу вводим его. Я введу такой. Сейчас должен прийти пароль на ныне указанный электронный адрес. Переходим в вашу электронную почту и смотрим. Так, мы ввели свой код. И теперь у нас вышло окошечко, какого пола будет ваш персонаж. Ну, женский и морской. Это понятно. Мужчина. Выбираем скин, какой самый такой прикольный. По моему желанию это вот. Да. Итак, вот мы перешли уже на сервер. И как мы видим, у нас тут уже по-другому расположена респа первых левелов. Итак, сейчас мы отправимся с вами в центральное здание штата Сан-Андрес. Вот, друзья, мы прибыли в мэрию. Сейчас мы зайдем, проверим, что там есть новенького, обновленного. Как не по дефолту. Да, сейчас мы передвигаемся в мэрию. Да, вот мы зашли в мэрию. Первое, что в глаза нам кидается, такая карта. Посмотрите. Вот такси-шелтенькие это таксисты. А зеленый это фермерский транспорт. Потом оранжевые бензоклонги. Красные это клубы. И пласт 4 на 7. И смотри, есть, конечно, там, где вместо секретаря такое присутствует, красная метка присутствует. Ух ты, в ней можно найти даже свободный дом, мониторинг бизнеса, выбор, ой, выборы, поиск работы, даже выборы, статистика, проголосовать. Ух ты, тут можно голосовать за многих людей, найти свободный дом. Например, по деньгам мне надо нуб-класс. Нет свободных домов нуб-класс. Есть D-класс. Все равно это очень удобно даже. Да, вот мы видим один дом. Есть D-класса. 802-й номер дома. Так, друзья, продолжаем дальше. Посмотри, давай посмотрим сейчас, какие новые работы. Так, да, новые работы. Какие есть? Вот, поиск работы. Да, здесь еще много новых работ. Лесоруб, мусорозворщик, мусорозворщик, мусора... Разворщик продуктов, автогонщик, фирма 0, фирма 1. Вводитель маршрутки. Неплохо, побольше, это плюс. Да, ну что, друзья, мы передвигаемся с вами дальше. И вот мы наткнулись уже на следующее обновление. Но это, как можно сказать, не обновление, а добавилась новая закусочная. Можем даже проверить, что здесь. И делают пицца. Ага, желательно идти, вход за 700 вирт. Ну, давай зайдем, конечно, посмотрим. Да, здесь как бы по стандарту, только не надо же написать и от... А сразу гамбургер, 6000 вирт. Ну, в общем, это неплохо. Дома, я скажу вам, здесь на сервере скуплены. Это тоже так неплохо. Видно, что посещаемость отличная в сервер. Да, ну мы продолжаем свои поиски обновления. И все дополнения на этом сервере мы просмотрели. Мы вам не показали еще, но здесь довольно-таки добавились много... Разных фенечек. Разных закусочек. Сейчас мы с вами продвигаемся по автомагистрали в поисках еще обновлений. Может они нам встретятся даже по дороге. И сейчас мы с вами в этом выпуске все и узнаем. Ага, да, видим обновленная дорога. Чтобы здесь не было таких частых ДТП. Это неплохо. Ну да, и конечно, сделаны вот такие у нас оградительные системы. Вот, хорошие. Это вот сюда налево не смотрите, это... РП парень. Это просто без комментариев. Здесь ничего не было, так скажем. Да. Но самое главное, что тут нельзя разгоняться до такой степени. Потому что везде стоят шлагбаумы. Видим, что существуют разные цвета подачи обновлений. Вот. Вся подробная информация у вас на экране. Куплю дом на Винвуде. Прислал такой-то, такой-то. Тёмно-синим цветом. Да, как мы видим, ЛКН здесь остались, на месте. Можно не переживать, искать. Да, мы наткнулись на GPS. Тут присутствует 7 пунктов. Важные места. Да, в важных местах мы увидим тут автошколу. Ну, это если кто не знает, где находится, можете просто в GPS посмотреть. Дальше у нас присутствует работа. Работа это тоже, скажем так, по-стандартному. Потому что вы как устроились в мэрии, вы не знаете, куда вам идти. Можно в GPS посмотреть. Так, развлечения. В развлечениях присутствует гонка по кругу, велогонка, гонка на катерах, дерби и воздушный бой. В воздушный бой я никогда не видел такую штучку. Надо обязательно съездить и посмотреть. Так, база и организация, автосалон и отключить GPS. База организации и автосалоны, я думаю, вам это знакомо. Итак, друзья, вот мы сейчас с Твенти решили, чтобы я его поколотил. А он написал в репорт для того, чтобы посмотреть, какая отзывчина у нас администрация здесь. Так, пишем. Меня тут ДМ. Помогите. Админы. Бей. Бей, бей, бей. Бей меня. Опа, стоп, есть. Видим, администрация сразу. Вот он. ДМ меня. Да, да, вот видим. Все. Спасибо. Все, спасибо. Вот, мы видим, какая у нас отзывчая администрация. Очень хорошая. И тебе должны, по-моему, в ПМ написать ответ. Нет, мне в ПМ написали, чтобы я не ДМ, а у предупреждения как бы дали. Итак. Вы заметили, дорогие друзья, что какие анимации прикольные, когда разговаривают. Ну, пишешь в чат. И прикольно так смотрится. Руки так махают. Неплохо сделано. Сейчас мы проверим анимлист. Ой, ё-моё. 13 пунктов. Танец 2. Смотрите. Ну, это, я думаю, стандартный. Новая анимация. Один, два, три. Ух ты, друзья, вот такая даже анимация есть. Снежинки выпадают с трейса. Ну, это, это все, ну, как, это прилично. Да, еще. Надо, после чего, на дерево отойти. Да, 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 но ничего страшного. И на этой веселой нотке мы прекращаем наш обзор на великолепный проект, сам Virtual Life. Мы пожелаем с трейсом этому проекту дальнейшего процветания и самых высоких высот. Всем спасибо за просмотр. И сегодня с вами был Trace20. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наши паблики. Всем спасибо, всем пока, друзья. Удачи. Продолжение следует...